Правительство России установило новый порядок стимулирующих выплат медицинским работникам, участвующим в лечении и контактирующим с пациентами, зараженными коронавирусом. Срок продлен с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. О деталях говорили сегодня на брифинге в Доме правительства. Специальные доплаты за работу в особых условиях. Кто может на них рассчитывать? Это значит врачи, средний, младший медперсонал, работающий как в стационаре, так и в поликлинике. В службе скорой медицинской помощи, это и в патологоанатомических отделениях наших, а также фельдшера и медсестры по приему вызову скорой, а также водители скорой медицинской помощи. Для того, чтобы получить стимулирующую выплату, не нужно оформлять дополнительные документы. Их готовит фонд социального страхования, исходя из той информации, которую предоставляют медицинские организации. Врач круглосуточного стационара получает 960 рублей, соответственно, за одну нормативную смену. Средний медицинский персонал 474 рубля. Младший медицинский персонал 268 рублей. Если мы посмотрим на скорую медицинскую помощь, то врачи 840 рублей. Берем средний медицинский персонал 420 рублей. Конечно, одним из самых важных вопросов стали выплаты медикам, которые в ходе работы заразились коронавирусом. Если медицинский работник заболел коронавирусной инфекцией при исполнении своих должностных обязанностей, соответственно, он получает выплаты в размере 68 811 рублей. В постановлении предусмотрены и особые случаи. Ну и жизнь есть жизнь. Также предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам. Если они стойкую утрату трудоспособности получают, и у всех последствия разные, есть и такие случаи. Соответственно, выплаты здесь тоже дифференцированы. И при инвалидности первой, второй, третьей группы. Ну а если, не дай бог, но это тоже жизнь происходит, в итоге летальные случаи выплаты получает семья. На сегодня выплаты получают более 8 тысяч сотрудников в 40 медицинских организациях.